Турнир. А вот Павличенкова перед матчем. Настя говорит, что мне очень нравится в Суткарте, здесь замечательные люди. Это первый матч сегодняшней утре сессии. Вам нравится играть по утрам, спрашивает Стач? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы профессионалы. Поэтому, коль поставили утром, значит будем играть утром. Поставят вечером, будем играть вечером. Арбитр, я называл вам судью, который будет проводить эту встречу. Блем, ее фамилия, она из Германии. Десятка лучших. Возняцкий, это рейтинг WTA. Возняцкий, Клейстер, Звонаревский, Авоний, Азаренко, Лина, Стосур. Янкович, Шарапова и замыкает десятку Сирена Вильямс. Видите, от Шарапова у нее отрыв 700 очков. Ну, если я не ошибаюсь, то планы сестер Вильямс следующие. Сирена Вильямс готовится сыграть два турнира перед Ролан Горос. Это Мадрид и Рим. А Винус тоже Мадрид и Рим. Так что они пересекут океан и будут готовиться к выступлениям в Испании. Ну, как говорят, турнир серии Мастерс там будет. Что касается россиянок, то Вера Звонарева будет играть здесь в Штутгарте, в Мадриде. Но вроде бы не планирует выступление в Риме над этом чемпионате Италии. Шарапова, Мадрид и Рим, так же, как и американки. Ну и, собственно говоря, да, Клейбанова будет играть Эштарил, Мадрид и Рим. Ну, Павлюченкова, Штутгарт, Мадрид и Рим. Это вот планы выступления, ежели все будет в порядке со здоровьем, у тех спортсменок, которые, в общем, нас очень интересуют. Между собой Павлюченкова и Звонарева не играли ни разу. Вчера не закончила матч в очередной раз, к сожалению, Аня Чеквитадзе. Она, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, играла против теннисистки из Словакии, получившей лаки-лузер, это Сюзанна Кусова. Аня выиграла легко первый сет, 6-1, повела 2-0. Затем проиграла пять геймов подряд, уступала 2-5. Сравняла счет по пяти, но все-таки уступила партию 5-7. И при счете по четыре в решающей партии, к сожалению, не смогла довести матч до завершения, отказалась от его продолжения. Какие встречи сегодня ожидаются и что мы с вами будем смотреть в ближайшие три? Это Павлюченкова и Звонарева, сейчас начинается матч. Следом, Скиевония и Радванска. Очень интересная встреча, несмотря на то, что Скиевония ведет в личных встречах 4-1 против польской теннисистки. Но последний матч, последний матч итальянка проиграла. Лина Лисицкий, это третья встреча. И четвертая, которая должна завершать утреннюю сессию, это будет поединок между Каролин Возняцкой и как раз Сюзанной Кусовой. Итак, мы видим, что последние секунды приготовления к выходу на корты, начало первого гейма. Первый подавать будет Павлюченкова. Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарева. Матчем двух россиянок открывается утренняя программа второго игрового дня. Турниры серии WTA, которые проходят на Porsche Arena в Штутгарте. Матчи, которые будут сегодня проведены здесь, на этих кортах, определяют участниц одной четвертой финала. То есть выяснится восьмерка. Пары следующие. Возняцкий-Кусова, Петкович-Янкович, Сьевоня-Радванска, Бороис-Бартали, Лина-Лисицкий, Георгиес-Азаренко, Стосор-Хантухова и Павлюченкова-Звонарева. Итак, первый гейм, первая партия. Анастасия Павлюченкова вводит мяч в игру. Линия, мяч попал в линию и даже не отскочил. От линии. И Настя не смогла. Во-первых, она, по-моему, предполагала, что мяч улетит ваут, поэтому не готовилась к выполнению удара. Но так как он отскочил неровно, то даже если бы она даже и была подготовлена к ответным действиям, она вряд ли бы смогла их выполнить удачно. По 15. Аут 30-15. Выступая в Москве за команду сборной России на Кубке Федерации, полуфинал был против итальянок. Очень сильное впечатление оставила игра Звонаревой в первый игровой день, когда она переиграла Сару Иране. Второй матч против Роберта Винчи, которая, кстати, вчера прошла Павлюченкова в первом круге здесь, в Штутгарте, Вера играла как-то нервно и не очень ровно. О чем она, собственно говоря, и говорила потом на послематчевой пресс-конферене. Нет, интервью послематчевой, сразу после игры. Здорово. По 30. Игра говорила, что она на самом деле нервничала. Все-таки выступать в турнирах личных или же сборной страны, это разные совершенно вещи. И победа Звонаревой во второй день, это был третий по счету матч. Он очень одиночный, и поэтому, говорит, наверное, все-таки это обстоятельство сыграло определенную роль. Но затем в какой-то момент смогла собраться. Я близко к тем, кто передаю то, что сказала, победив Роберту Винчи Звонарева. И мне удалось принести последнее, столь необходимое очко команде. Первый брейк-поинт в этой встрече. Первый брейк-поинт у Звонаревой. 30-40 на подаче Павличенковой. Очень мощная игра у Звонарева против Итальяна. Другое дело, что если в первом матче количество невынужденных ошибок было у нее не очень большим, то во второй встрече она не могла этим похвастаться. Но нужно сказать, что очень удачно играла против россиянки итальянская теннисистка. Лидер итальянской сборной на том матче, который состоялся в субботу и воскресенье. Потому что он игрался без двух первых номеров. Без Скьевоне и Флавио Пинетте. Линия. Дважды в линию. Подача в линию. И сейчас мяч попал в линию. Сейчас нам, может быть, покажут повтор. Да, вот видите, это предпоследнее очко. Да. Дважды в линию. Удачная атака Павличенковой. Выигран гейм на собственной подаче. И выходит вперед Настя. 1-0. Смена сторон. Ждем, как проведет гейм на своей подаче Звонарева. Первый гейм на своей подаче, это всегда такое небольшое, но все-таки испытание. Тем более, когда выполняющий подачу спортсмен оказывается в роли догоняющего. А сейчас при счете 0-1 готовится подавать Звонарева. Напоминаю, Звонарева занимает третье место в рейтинге. Ее сегодняшняя соперница, Настя Павличенкова, занимает более скромную позицию. Прекрасно. Винцерно. Пятьдесят. Пятнадцать-ноль. Настя Павличенкова, двадцать первая в рейтинге. Но, тем не менее, перед началом матча, вы слышали, наверное, интервью перед тем, как выйти на центральный корт в Порше-Арена, Вера сказала, что матч будет непростым, отдавая должное своей сегодняшней сопернице. По пятнадцати. Пятнадцать-тридцать. Что касается рейтинга, то у Звонаревой семь тысяч пятьсот пятьдесят пять очков, у Павличенковой две тысячи четыреста пятьдесят три тысячи, прошу прощения, не три тысячи, пять тысяч очков. Разница между ними огромная, колоссальная разница. Двойной брейк-поинт. Сразу же в первом гейме на подаче Звонаревой у Насти появляется возможность сделать брейк, то есть выиграть подачу Звонаревой и таким образом уйти в отрыв. Вторая подача. Павличенкова выигрывает гейм на подаче Звонаревой, счет становится два-ноль. В ее пользу и очередная подача Павлюченковой. Ну, только что вы видели ложу, где находится группа поддержки Анастасии. Чистенько. С хорошей паузой, получив возможность увидеть, где находится соперница для того, чтобы сыграть в освободившуюся часть корта, очень четко реализует эту возможность Звонарева. И, видите, даже не пыталась спасти очко Павличенкова, закрывая левую от себя сторону площадки. По пятнадцать. Out. По пятнадцати. 30-15. Удачно. Неудачно. Напротив хода сыграла, выполняя последний удар Анастасии. Видите, Вера рвется в левый от себя угол, освобождается правая сторона корта. И мяч, посланный Павлюченковой, в это место был неберущим себе Звонаревой. Вторая подача. По 30 играть коротко и мягко против Звонаревой очень опасно. Вы видите, уже в который раз пользуется возможностью пробить на вылет Звонарева. На сей раз ей удается это сделать, не допустив ошибку. Очень удачная была вторая подача Павлюченковой. Неожиданная для Звонарева косая. Мяч практически попал в боковую коридорную линию. Выбив из хорошей позиции Звонарева. Ну и увидели концовку этого игрового эпизода. Несмотря на все старания Звонаревой, спасти очко Вера не смогла. Геймбол. 40-30. Ровно. Очень важный гейм. 3-0 или 2-1. Обратный брейк. Или же третий подряд гейм, выигранный Павлюченковой. Да, это очень солидное преимущество в начале матча. Вторая подача. Во втором квадрате мяч опустился рядом с линией. Но видно было даже нам отсюда, что линии не коснулся. Аут. Нет, попал. Смотрите, в какой замысловатой траектории летел мяч. Казалось, что он уходит аут. На сей раз аут. И вновь выходит вперед Павлюченко. Вот какие сильные вращения придают мячу участницы этой встречи. Как верхнее, так и боковое. И поэтому, судя по траектории полета мяча, порой кажется, что он не опустится в пределах корта. Но впечатление бывает порой обманчивым. Удачно завершает Павлюченкова третий гейм подряд. И счет становится 3-0 в ее пользу в первом сете. Возвращаемся к матчу Павлюченкова-Звонарева при счете 0-3 в первой партии. Проиграв один гейм на своей подаче, вновь сейчас подача Звонарева. И очень ответственный момент наступает для третьей ракетки мира. Обязано выигрывать этот гейм. Обязано сокращать отставание в счете. Если это не произойдет, то будет очень непростым положение Звонарева в первой партии. Оно и так не слишком хорошее для нее, мягко говоря. Она проиграла одну свою подачу. Так что нужно делать обязательно обратный брейк, чтобы сравнять счет. Но для начала нужно выиграть этот гейм. Вторая подача 15-0. Аут по 15-й. Очередная ошибка Звонарева и Павлюченкова сравнивают счет. Причем, обратите внимание, Павлюченкова все время атакует. По крайней мере, старается это делать, заставляя Звонарева защищаться. 30-15. Еле доставая мяч, Павлюченкова даже перехватила ракетку в левую руку, а она правша, для того, чтобы до него дотянуться. Вот смотрите, сейчас несется в левую сторону, хватает ракетку левой рукой, но вернуть мяч на сторону Звонаревой не смогла. Мы очень видим нередко, как подобным приемом пользуется Маша Шарапова. 40-15. Двойной геймбол у Веры. Так что близко к тому Звонарева, чтобы все-таки выиграть первый гейм в этом матче. Один из коронных ударов Звонаревой. Косой короткий кросс бэкхенда. Видите, за коридор загнала Павлюченкова Звонарева. Ну и последний удар по линии принес очко и первый гейм. 3-1 Павлюченкова впереди в первой партии и подача Насти. Ну вот теперь опять же таки. А вот Петр Возняцкий на ваших экранах. Отец Каролины внимательно смотрит за происходящим. Его дочь первая сеяная, Звонарева вторая. Но его, естественно, интересует, в каком состоянии пребывает Звонарева. Ну и вполне естественно, ее сегодняшняя соперница. Первая подача. 3-1. 15-0. В линию, похоже, мяч попал. Сейчас, может, нам покажут. Повтор. Мне показалось, что в хавкорт попал мяч. Соперница Каролина Возняцкий сегодня значительно проще, чем у Звонаревой. Блестяще. Очень здорово сейчас слева по линии сыграла неожиданно для Павлюченкова и Вера. Ну и сразу, видите, острота атаки входит в корт и драйв в линии на вылет. По 15-ти. Я опять Павлюченко перехватил ракетку в левую руку в надежде, что, может быть, ей удастся все-таки еще продолжить борьбу за очко. Не получилось. Вторая подача. Тридцать пятнадцать. Пока что много ошибок допускает Вера, играя мощно, остро, забегая под форхенд. Вот удар, который она сейчас выполняла, и середина корта, обратный кросс справа, он нередко приносит очки с Звонаревой. Но пока что она наладить этот технический прием не может. Линия. Очередная удачная подача Павлюченковой. И сорок пятнадцать счет становится. Здорово подавала в этом гейме Павлюченко. Нужно дать ей должное. Ее хорошая подача принесли несколько очков и гейм четыре-два. Четыре-один, прошу прощения. Возвращаемся к матчу Анастасии Павлюченковой. Вера Звонарева при счете 4-1 в первой партии с одним брейком. Впереди Настя и очередная подача Звонаревой. Первый гейм на своей подаче проиграла Звонаревой. Поэтому вот образовался такой разрыв в счете, который необходимо Звонаревой ликвидировать. А для этого нужно, удерживая свою подачу, сделать хотя бы один обратный брейк. Звонарева подает 1-4. Пятнадцать ноль. 30-0. Пятнадцать ноль. Пятнадцать ноль. 40-0. Пятнадцать ноль. Пятнадцать ноль. Линия мне показалась Нет Настя показывает Что все-таки меня еще опустилась в коридоре Значит, вторая подача 40-0 Гейм под ноль выигрывает Звонарева Счет становится 4-2 Впереди Павлюченкова Седьмой гейм Первый ключевой Таким он считается специалистами Первый ключевой в сете Вторая подача Команду Звонаревы показывают нам со спины Аут 15-0 В очередной раз очень неожиданно отвечает Павлюченко Застав тем самым веру врасплох Но пытаясь отыграться И бросив длинную полусвечу Под заднюю линию Чуть-чуть ошиблась Звонарева Блестяще Блестяще разыграла Эта комбинация Павлюченко В какой-то момент потеряла Вроде бы Темп Войдя в корт Потом пятилась назад Но в конечном итоге Особенно вот этот вот последний удар Был у нее просто превосходным 30-0 Тридцать пятнадцать Продолжение следует... По тридцати Ну вот Сначала сравняв счет Сейчас будет пытаться добраться до брейкпоинта Звонарева Если позволит это сделать Павлюченкова Ну сейчас Настя по всей вероятности Будет пытаться в первый квадрат Остро Выполнять первую подачу Пока что не было ни одного эйса Так же как и ни одной двойной Хорошая Хорошая атака Смотрите, как в темпе ответила Павлюченкова Очень вовремя подготовившись К ответному удару Звонаревой Видите, Вера неплохо приняла подачу Единственное, что прямо в руки Павлюченкова Ну и Настя не растерялась 40-30 Ровно Седьмой гейм играется Вот она команда Звонаревой Группа поддержки, Вера Линия Ой-ой-ой Идет, смотрит Место падения меча Вера Мне показалось, что Линия была Нет Арбитр Спускается с вышки И определяет Что между местом падения Меча И боковой коридорной линии Был просвет Значит, очко Павлюченкова И геймбол у нее больше Аут Павлюченко выиграл очередную слою подачу Счет становится 5-2 Смена сторон И подавать будет Звонарева Обязана выигрывать этот гейм Вера Затем делать обратный брейк И только в этом случае Она может рассчитывать На продолжение борьбы за сет Итак Всего лишь один брейк Всего один гейм На подаче Звонаревой Выигранный Анастасией Павлюченковой Приближает Настю К выигрышу сета У Веры Звонаревой Потому что сейчас При счете 2-5 Будет Выполнять подачу Третья ракетка мира И обязана Как я только что сказал Выигрывать этот гейм И последующие два То есть 3 гейма подряд Обязана выиграть Звонарева Для того, чтобы Продолжить борьбу Сначала сравнять счет А потом продолжить борьбу за Сет Реально Вполне Мы знаем, что Вера Очень упорная Неуступчивая спортсменка Умеет бороться И Делает это постоянно До конца До последнего мяча Пока судья не произнесет Мяч, гейм, сет и матч Так что Очень многое будет зависеть от того Кто из участниц этой встречи Будет более удачливым Предыдущий гейм На своей подаче Вера выиграла под ноль Ну и поглядим, как Она будет Выполнять подачу сейчас 2-5 Новые мячи 15-0 Кстати, о первой подаче Процент падания первым мячом У Звонаревой 57% И 88% Реализации У Павлюченковой 69% Прекрасный показатель Процент реализации Пониже 75% Но Она выиграла Набрала 15 очков Из 20 А Вера Звонарева 7 из 8 Удачно сейчас Сыграла Павлюченкова Видите Не очень длинно Вот эту свечу Бросила Звонарева А Настя вошла в корт И по восходящему Сыграла С бэкинда Послав мяч Очень косо Коротко По диагонали Вторая подача Вера должна выигрывать Этачку Чтобы не оказаться В роли догоняющей В этом гейме Если это произойдет То психологически И будет значительно Сложнее Проигрывает Этот мяч Звонарева 15-30 И 2 очка Отделяет Павлюченкову От завершения От завершения матча Сейчас нам показали Край Центрального корта И на этой картинке Можно было Примерно Рассмотреть Что же Как Технологию Приготовления корта Аут по 30 Турнир в Штутгарте По-моему Единственный турнир Который проводится В закрытых помещениях На грунте Красная глина Так называется Это покрытие Тем более После предыдущего Турнира Который мы с вами Наблюдали В Чарльстоне В Соединенных Штатах Америки Там была зеленая глина Можно сказать Серо-зеленая А здесь Красная Ну и Грунт Который Готовят Американцы В Чарльстоне Он резко отличается От тех покрытий Которые Мы привыкли наблюдать И которые В общем-то Приготавливают В Европе Сетбол Брейкпоинт у Павличенкова 30-40 на подачу Звонарева Это первый сетбол В этой партии Прекрасная атака Звонарева И несмотря на то Что У соперницы Был сетбол Очень остро Мощно Атаковала Звонарева Ну и увидели Как Она выиграла Очко За счет Своих Активных действий Буквально Заставив Носиться Из угла В угол Соперницу Ну и Вынудив Ее Ошибиться В конце концов Чуть подлиннее Сейчас Начала играть Вера Это Значительно Усложнило Задачу Павличенко Видите В конечном итоге Свеча Брошенная Под заднюю линию Вот опять нам показывают С вами Группа поддержки Звонаревой Так что Можно сказать Что в предыдущем Игровом эпизоде Вере повезло Потому что Свеча Попавшая В линию Дала ей возможность Выиграть очко Выйти вперед А сейчас Спасти Гейм Счет Становится 5-3 А был один Брейкпоинт Был Сетбол У Павличенковой На подачу Звонаревой Сейчас Павличенкова Подает И последний Шанс У Звонаревой Продолжить Борьбу За сет Это сделать Брейк Как будет Подавать Павличенкова Напоминаю 69% Попадания Первым Мячом Вторая Подача Первая Двойная Ошибка Рисковала Сейчас Настя Ну что ж Первые Очко Выигранные В гейме На подачу Павличенковой Очень Павличенковой Смотрите Как она Удачно Сыграла Особенно Последний Выполнил Последний Удар Против Хода Против Движения Вторая Подача Тридцать Тридцать пятнадцать Острее Острее Играет Павличенкова После Ее ударов Мячи Чаще Ложатся Рядом С боковыми Коридорными Линиями И тем Самым Значительно Осложняет Жизнь Звонаревой В середину Много Играет Вот сейчас Совсем Другое Дело По Тридцати Тридцать Тридцать Вторая Подача Сетбол Очередная Прекрасно Организованная Атака Павличенкова Приносит Яичко И второй Сетбол Первый Сетбол Был в предыдущем Гиме На подаче Звонарева А теперь Сорок Тридцать На подаче Павличенкова Отыгран Второй Сетбол Ровно Обратите Внимание Как Остро Играет На Сетбольных Мячах Звонарева Но это признак Высокого Класса Вновь Больше Третий Сетбол Партию Выигрывает Павличенкова Сделав Один Брейк Выиграв Один Гейм На подаче Звонарева Не проиграв Ни одного На собственной Подаче Анастасия Павличенкова Со счетом 6-3 Выигрывает Первую Партию У Звонарева И повела В сетах 1-0 Возвращаемся На центральный Корт Порше Арена В Штутгарте Где Проходит Первый Матч Сегодняшнего Очередного Игрового Дня Турнира WTA С призовым фондом 721 Тысяча Долларов Вера Звонарева Против Павличенкова Первый Гейм Второго Сета Первый Выиграла Павличенкова 6-3 Сделав Один Брейк Ну и вот Начало Второй Партии Посмотрим Как Она будет Проистекать 15-0 Выигрывает Звонарева Первое Очко Первый Гейм На своей Подаче Проиграла Звонарева В начале Первой Партии И вернуть Тот Потерянный Гейм Ей так и не удалось До конца Сета Причем Ни одного Брейкпоинта Не было У Звонаревой Лученкова Очень прилично Подавала Сейчас После того Как закончится Этот гейм И будут Меняться Сторонами Теннисистки При счете 1-0 Линия По-моему Это первый Эйс Опять же Мяч попал В линии Отскочил Очень Быстро И Не так Как Ожидала Павличенкова 30-0 По-моему Не было Касание Ракеткой Мячом Да Эйс 40-0 Середины По-моему Это была Татьяна Гарбин На ваших Экранах Есть Я не ошибаюсь Она Помогает Франческе Скьявоне Ну Следующий матч Будет Скьявоне И Агнешка Радванская Мы Посмотрим Будет она Ассистировать Франческе Или нет Итак 1-0 Сванарева вышла Вперед Сейчас мы ждем Статистику Обратите внимание На количество Выигранных очков И невынужденных Ошибок Павличенковой На 4 Больше Выигранных очков За счет Своей активности И на 2 Невынужденные Ошибки Меньше В общем По игре Так оно и было Павличенкова Подает 0-1 Ну вот как Сыграет Этот гейм Сейса Начинает 15-0 15-0 Первая подача На вылет У Насти За матч В предыдущем гейме Да Есть Вторая подача Так вот Не расслабится ли Анастасия В начале Второго сета Выиграв Первый Очень много Будет завести Опять В очередной раз Забегая под Форкин Пытаясь сыграть Обратный кросс Допускает Ошибку Звонарева 30-0 По-моему Лопнула Струна По крайней мере Звук был Такой Да Меняет Ракетку Берет Ракетку С новой Натяжкой Вера На 30-15 Еще Одна Струна Лопнула Ну вот Видите Сейчас Отдает Членам Своей команды Обе Ракетки Звонарева Так что Сейчас Стрингеры Поменяют Струны Опять Второй раз В этом гейме Не проходит Форхенд У Веры 40-15 Хотя Дважды Она пыталась Пробить На вылет И была Близка К этому Но Оба раза Попадала В трос Ну вот С третьей Попытки Удается Удар Справа На вылет Звонаревой 40-30 Продолжает Подавать Анастасия Очень много Будет зависеть Упадет Первая Подача Или нет Нет Ну что ж Вера Будет Наверное Продолжает Атаковать Здорово Сыграла Смотрите Как Размотала К одной Боковой Линии К другой И быстро Выиграла Гейм Павлюченкова Сравняла Счет По одному И очередная Подача Звонаревой Ну пока Что не видно Чтобы Временный Успех Выигранная Партия У Звонаревой Каким-то Образом Повлияла На концентрацию Внимания Павлюченковой Павлюченковой 15-0 30-0 30-0 Очень прилично Играет Сбекинда Коса Анастасия Уже Который раз Мы видим Что она Играя Кросс Причем Попадая Близко К боковым Коридорным Линиям Вот как Сейчас Например Видите Она Открывает Противоположный Угол Соперницы И перевод Меча Вдоль Бокового Коридорной Линии Теперь Сбекинда Могло бы Конечно Принести И очко Но Настя Ошиблась Вот теперь Уже Преимущество Два очка В этом гейме У Звонаревой 30-15 Первая двойная ошибка У Веры По 30-ти Вторая подача Брейкпоинт Да Двойная ошибка При счете 30-15 Это конечно Не самое Лучшее Что могла Позволить Себе Звонаревой Вот видите Еще одну Ракетку Меняет По всей вероятности Не устраивает Веру Натяжка Близко К середине Отыгрывает Брейкпоинт Звонарева Ровно Но не было шансов Сейчас Вот в этом Последнем А вот Пожалуйста Гарбин Касание Сетки Было Подача Была Хороша Но Если бы Мяч Не коснулся Троса То Могло Быть Недостаточно Точно Выполняла Обводку Павлюченкова Хотя Был шанс У нее Посмотрите Вот сейчас Правда Быстро Сыграла Выполняя Драйв Полей Вера Звонарева Но Настя Успела Подготовиться К ответному Удару Но он Оказался Неточным Больше Вторая Подача Гейм Выиграл Звонарева Отыграв Брейкпоинт И вновь Выходит Вперед Вера 2-1 Во второй Партии Возвращаемся К матчу Павлюченкова Звонарева При счете 1-2 Звонарева Впереди Павлюченкова Готовится Подавать Аут Аут Благодаря Касание Касание Мечом Линии Было 30-15 30-15 Аут 40-15 Переход Переход С быстрого покрытия На медленное Всегда Процедура Достаточно Непроста Девушки Играли Кубок Федерации На Быстром Покрытии Да Пыталась Укоротить Принимая Подачу Вера Но Очень уж Как-то Невыразительным Был этот удар Звонаревой По 2 Вторая Подача Продолжение следует Молодец Настя Смотрите Какую серию Мощных ударов Исполнила Сейчас Павлюченкова Причем И ответы Звонаревой Были Непростые Во-первых Низко Отскочившие Резанные Мечи И справа И слева Ну а Вера Нашла Возможность Опять Играть Близко К боковым Линиям В концовке Игрового Эпизода Косанье Сетки Блестяще По 15 Быстро Длинно Процент Подания Первым Мечом У Звонаревой 49 У Павлюченковой 69 Причем Во второй Партии 43 Против 73 43 У Веры 73 У Анастасии Правда Несмотря на Такой Высокий Процент Попадания Первым Мечом Количество Очков Набранных После первой Подачи У Звонаревой Больше Линия Была Молодец 30 15 Процентрализации Первой Подачи У Павлюченковой 63 5 Из 8 Выиграла У Звонаревой 100 Процент 6 Из 6 Теперь 7 После Вот этого Последнего Выигранного Очка Зато У Павлюченковой Процент Реализации Второй Подачи 100 Процентов А у Звонаревой 50 Аут По 30 47 Прошу прощения Попадания Первым Мечом Во второй Партии У Веры У Настя Свыше 70 Аут Небольшой 40 30 Геймбол 44 Процента Подания Первой Подачи Конечно Чрезвычайно Низкий Показатель Кстати 44 Процента Реализации Второй Подачи У Веры Касание Сетки Третьей 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 Гейм выигрывает Звонарева и вновь она впереди 3-2. 17 дней праздника Снукера. За мировую корону будут бороться звезды первой величины. Нил Робертсон, Стивен Хендри, Джон Хиггинс, Марк Уильямс, Шон Мёрфи, Ронни О. Салливан. Каждый из них достан победы, но все лавры достанутся только чемпиону. Чемпионат мира по Снукеру в Шеффилде. Каждый день. Прямые трансляции на телеканале Евроспорт 2. В зале на грунте играют только здесь. В прошлом году новенький Порше достался Джустина Нен. Кто выиграет главный приз на этот раз? Теннисный турнир в Штутгарте. Четверть финалы. Завтра прямая трансляция на телеканале Евроспорт 2. Возвращаемся к матчу Звонарева-Павличенкова. Ну, я думаю, несмотря на то, что не видно было лица, по положению спортсменки, накрытой полотенцем, можно было без труда разгадать, что это была Звонарева. Обычно так она отдыхает, меняясь сторонами, как бы настраиваясь на продолжение борьбы. И так Павлюченкова подает. Один эйс, одна двойна. 72% попаданий выигранных, реализованных первых подач, ну, а вторых поменьше. 15-0. Очередной очень удачный кросс. Косой, короткий. На сей раз Форхенд приносит очко Павлюченковой. Видите, и против движения, опять же таки, против хода. 30-0. Много ошибается, Вера. Слишком много по такой игре, когда соперница допускает ошибок меньше, чем она. И она выиграла первую партию. Еще один эйс. Вторая подача на вылет у Павлюченковой за матч. 40-0. Причем в эту же точку и в этот же квадрат, выполняя подачу, сделала первая эйс Настя. Гейм Павлюченковой. И счет становится по 3. Вновь седьмой гейм. Вновь гейм, который считается первым ключевым в сете. 95% реализации первой подачи у Звонаревой, но 43-2. Прекрасно разыгранная комбинация. Первая выигранная в этом гейм. Мяч по Звонаревой. 15-0. Очень удачно играет Павлюченкова сегодня. 30-0. Очередное очко. Выигрывает Звонарева. Причем выигрывает не за счет ошибки соперницы, а за счет своих очень удачно проведенных комбинаций. А вот по длине хорош. В сторону не попал мяч в корт. 40-0. Обратили внимание, что сейчас арбитр на вышке вызывает супервайзера, а может быть даже и врача. Интересно, кому? 40-15. Петя Финцович. Мне так показалось, что Настя Павлюченкова перед тем, как начать разыгрывать последнее очко, которое она выиграла, она подошла к суде, о чем-то с ней переговорила. Так что, может быть, именно Павлюченкова попросила появиться супервайзера, а может быть и физиотерапевта. Гейм выигрывает Звонарева, и счет становится 4-3 в пользу третьей ракетки мира. Возвращаемся к матчу Павлюченко-Звонарева. И вот видите, на самом деле, физиотерапевт появился на корте, она общается с Настей Павлюченко, видим какие-то проблемы со здоровьем. Появились, что именно понять? Трудно пока, что они выясняют отношения и решают. Это вот супервайзер. Что-то... Вот, к сожалению, видите, нам показывают план, который не имеет отношения к появлению врача. Это Вера Звонарева, если я не ошибаюсь. Видите, накрывшись полотенцем. Фигура — это, естественно, Вера, которая готовится к выходу на коршу, продолжим. Плечо. Судя по всему, правое плечо. Плечо или предплечье. Наверное, медицинский перерыв взяла Павлюченкова. Так что три минуты паузы в игре, и за эти три минуты физиотерапевт должен привести в порядок руку. Да, плечо. Ну и супервайзер присутствует при вот этих вот процедурах, которые пытаются провести физиотерапевт для того, чтобы помочь Анастасии продолжить матч, которая, на мой взгляд, очень хорошо играет сегодня. Да, медицинский перерыв сейчас объявит арбитр взят Павлюченковой. И различные манипуляции будет проводить с Анастасией физиотерапевт для того, чтобы привести ее в порядок, чтобы она могла продолжить игру. Мисс Малана has requested to see her coach. Да, медицинский перерыв. Ну вот это появился один из членов команды Веры Звонаревой. Человек, который помогает ей на этом турнире. Да, и вот мы видим, что колдует над плечом Павлюченковой специалист. В зале на грунте играют только здесь. В прошлом году новенький Порше достался Джустина Нэн. Кто выиграет главный приз на этот раз? Теннисный турнир в Штутгарте. Четверть финалы. Завтра прямая трансляция на телеканале Евроспорт 2. Я могу менять дирекшн, а здесь я начинаю скользить и уже и дирекшн поменять уже начинаю проскальзывать и могу только уже так отыграть. Последний розыгрыш нормальный раз, но она играет удача, конечно, немножко момент удара не ловишь, как бы оставишь, но это нормально, но она диктует, она же на подаче ничего есть, но, к сожалению, я не могу назвать фамилию человека, который сейчас находится, с Верой Звонаревой. Я знаю, что он помогал Вере на последних турнирах в американской серии. Он же присутствовал и на матче Кубка Федерации против Италии вместе с Демюхиным, но, видимо, он ассистирует Вере и здесь, и то, что мне удалось подслушать, он говорит, что очень удачно играет сегодня Павлюченкова, нужно все-таки приложить максимум усилий, чтобы выдержать тот темп, что предложила Настя, и те сильные, и острые направленные удары, все еще возможно выправить, считает он, но, собственно говоря, мы это видим с вами тоже, и Вера, правда, говорит, что она не может никак привыкнуть к изменению покрытия, тем более при очень удачных действиях своей сегодняшней сопернице. Настя действительно играет очень и очень хорошо, доставляя немало хлопот Звонаревой. Но продолжается процедура восстановления. Вот видите, это процент подания первым мячом у Звонарева уже 53, выигранных очков на 2 меньше, а невынужденных ошибок на 3 больше. Ну, не такой большой отрыв, но, в общем, мы увидим, что матч протихает упорно и всего лишь один брейк сделала Павлюченкова, что и послужило выигрышем первой партии. Павлюченкова Звонарева. Вторая партия встречи в роли догоняющей оказывается Анастасия вот уже третий раз, четвертый раз прошу прощения, все это во втором сете, 6-3 она выиграла первую партию, сейчас при счете 34 подает первый матч между Павлюченковой и Звонаревой за их профессиональную карьеру. 0-15, но это одна из редких ошибок, которые допустила в этом поединке Павлюченкова. Ситуация была очень неплохая для того, чтобы сыграть справа кросс и выиграть очко, но не получилось на сей раз. Касание сетки первая подача. Первая подача опять. А нет, прошу прощения, вторая подача. Удача. Ну как вторым мячом вела мяч в игру Настя, неожиданно практически попав в линию разделяющую квадраты подачи. Чуть было не есть. Сравнивается счет по пятнадцатый. Тридцать пятнадцать. очередная ошибка звонарёвой при выполнении удара справа острее играет естественно вполне форхенд вера чем бэкхенд острее агрессивнее рискование ну и поэтому и ошибок больше по 30 больше шоу а а а а Слишком просто, слишком просто сейчас сыграла Вера, предвидела подобное развитие событий Настя, закрыла левый угол и уже догоняя мяч, была готова к тому, чтобы выполнить обводку, что и удалось сделать, а значит выиграла гейм, сравняла счет по четыре во второй партии, подача Звонаревой. 15-0. Вот процент подания первым мячом, повыше стал Веры, сейчас 54. Очень здорово, смотрите, как, войдя в корт и сыграв по восходящему Вичу, нейтрализовала свечу Павлюченкова Звонарева, причем, знаете, как пробила, точно попав в линию с бэкэнда. 30-0. Вторая подача. 40-0. Очевидной гейм под ноль пытается выиграть Вера, для нее это очень и очень неплохо, то есть не затратив много сил и нервной энергии, выиграть гейм и выйти вперед, это очень важно сейчас для нее. Первый укороченный, первый укороченный в матче, который получился то, что, помните, один раз Звонарева пыталась укоротить, но это был какой-то такой не очень удачный, исполненный прием, технический прием после подачи соперницы. 40-15. 40-15. Аут. Гейм выиграла Звонарева. 5-4. Она опять впереди. И сейчас подача Павлюченковой ожидается нами. Итак, смотрим, что показывают нам коллеги статистики. 57% попадания первым мячом у Звонаревой, 62% у Павлюченковой. Уже совсем небольшой разрыв. Процент реализации первой подачи у Веры 88, у Павлюченковой 69. Второй подачи у Насти 88, у Веры 58. Ну и ни одного брейк-поинта не было у Звонаревой. У Павлюченковой их было несколько, если я не ошибаюсь, три. И только лишь один она смогла реализовать. Итак, ждем подачи у Павлюченковой, которая выступает 4-5 во второй партии Звонаревой. Первый сет выиграла Настя. 4-5. Подача у Павлюченковой. Вторая подача. Вторая подача. 0-15. О bunu ехалов Evet. Тина. Тина. О. Ну вот один из тех редких игровых эпизодов, когда Форхен начинает работать с Звонаревой, пробивает на вылет, выигрывает очень важное очко Вера. 0.30 на подаче Анастасии и шанс у Звонаревой добраться до брейкпоинтов, а значит сетболов появляется реальный. 15.30, подача помогает Насте. Саманта Сосур внимательно следит за происходящим. Сосур играет сегодня с Данилой Хантуховой, и победительница этой пары будет встречаться либо со Звонаревой, либо с Павлитченко. Двойная ошибка, это вторая двойная ошибка у Анастасии за матч, и двойной сетбол у Звонаревой. 1 час 27 минут прошли с начала матча. Очередной прекрасный косой короткий кросс Бэкинда. И отыгран первый сетбол. Выиграла партию Звонарева со второго сетбола. Звонарева выиграла гейм на подачу Павличенковой и со счетом 6-4 выиграла вторую партию. Возвращаемся на центральный корт Порше-арена Штутгарта, где продолжается матч между двумя россиянками Анастасией Павличенковой и Верой Звонаревой. Статистика второй партии, которая только что завершилась. И обратите внимание, у Павличенковой количество выигранных очков на два больше, а невынужденных ошибок на одну меньше. Так что вот здесь, ну, чисто арифметически можно определить, в чем крылось преимущество Звонаревой в более точной игре. Даже процент подания первой подачи у Веры повыше на один процент, чем у Звонаревой. Но это все, конечно, условно. И обратите внимание, у Звонаревой 8 против 9 выигранных очков у сетки. У Павличенковой ни одного не было выхода вперед и ни одного набранного очка за счет удара с лета. Ну, если вы помните, то очень удачно Звонарева играла драйв-валеи. Взвинчивает темп и, врываясь в корт, вот Звонарева. 172 см, 59 кг вес в 2000 год, начало выступления в профессиональном туре. Ну, ее сегодняшняя соперница, еще раз повторим, на сей раз без помощи наших коллег. 19 лет Насте, она 21 в рейтинге и в профессиональном туре, если я не ошибаюсь, с 2005 года. Она начала обратить, то есть обратили внимание специалисты на выступления россиянки после того, как она выиграла Уимблдон юниорский. И заняла в тот год первое место в рейтинге сильнейших юных теннисисток мира. Она выиграла в 2006 году Австралии Open, обыграв, кстати, Возняцких. В том же 2006 году Юс Open, Пажек. Была в финале Ролан Гарос. В 2007 году Австралии Open. Итак, ждем начало третьей партии, третьего заключительного сета. Теннисисты сейчас покидали корт, приводили себя в порядок перед решающим сетом. Итак, в решающей партии подавать будет Звонарева. Петербург. 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 Опять, опять комбинацию, которую мы видели с вами в концовке предыдущего сета, когда, организуя выход к сетке, играет под бэкхенд. И получая обратно обводящий удар вдоль боковой коридорной линии. Правда, сейчас еще немножко нога поскользнулась у Звонарева. Слава Богу, без травм, все обошлось по 15, но нужно отдать должное Павлюченкову, что очень здорово она сейчас выполнила обводку. Вторая подача. Ошиблась, Вера. Вот сейчас Настя смотрит след от падения мяча. Да, и вот группа поддержки Звонаревой показывает, что на самом деле мяч был в коридоре после выполнения смеш-соцкока. 15-30. Важно, знаете, какой сейчас проиграла Вера. Вторая подача. Ну, появляется шанс у Анастасии добраться до брейкпоинтов. И тем более двойная ошибка Звонаревой. Помогает ей в этом. Это вторая двойная ошибка у Вер за матч. Двойной брейкпоинт у Павличенковой в первом гейме решающей партии. 30-40. Один брейкпоинт отыгрывает Звонарева. Подача нужна хорошая. Вера. Удачи. Очень удачно сейчас атаковала Звонарева. Причем, быстренько подобралась к сетке для того, чтобы выполнить заключительный удар над головой. Все было сделано очень грамотно и четко. Вот и как должна действовать третья ракетка мира. Аут. Больше. Отыграв два брейкпоинта, выходит вперед Звонарева. Звонарева выигрывает первый гейм в решающем сете. Счет становится 1-0. Ждем подачу Анастасии Павлюченковой. Павлюченкова будет подавать. Уступая 0-1 в геймах в заключительном сете. Если вы помните, то в предыдущей партии первая начинала подавать Звонарева, не проиграв ни одного гейма на своей подаче, хотя были брейкпоинты у Насти. Ну и в конечном итоге, выиграв один гейм на подаче, Павлюченковой при счете 5-4. Прошу прощения. И со счетом 6-4 была завершена вторая партия в пользу Веры. Линия была. 0-15. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сейчас Анастасии нужно чуть-чуть побольше удачи. Все-таки в таком равном поединке, а мы смотрим решающий сет, что говорит о том, что соперники достойны друг друга. Ну и тот, кому будет более благосклонно спортивное счастье, тот, наверное, и будет иметь преимущество и шансы победить больше. 0-30. Теперь не выиграла предыдущий гейм на подаче Звонаревой и Павлюченкова, а и сейчас повисает у нее гейм. 0-30. 0-40. Трайной брейк-поинт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Линия. Прекрасная, укороченная. Здорово. В очередной раз очень удачно выполняла обводку Павлюченкова, хотя идет и смотрит след от падения мяча, который показался ей. Опустился в ауте, ну вот, обводка, во-первых, укороченный, блестящий. Очень неплох первый обводящий удар, но Вера успела до него добежать, ну а второй с нетболом и все-таки отыгрывает Настя. И еще один брейк-поинт отыгрывает 30-40. Вторая падение. И все-таки с третьей попытки, приняв подачу на вылет, делает брейк Звонарева, и счет становится 2-0. Вера Звонарева впереди в третьей решающей партии. И вот сейчас мы смотрим с вами тот игровой эпизод, когда приняла подачу на вылет Вера и сделала брейк. 2-0. Звонарева готовится подавать. 15-0. 30-0. 40-0. В середине второго сета мы говорили с вами о том, что сумеет ли вот на таком высоком уровне, в таком темпе и при такой остроте, которую предложила, видимо... Ой, как лихо, ой, как лихо. Еще один укороченный получается у Павличенковой. Одну очко отыгрывает. Первое очко в этом гейме. Еще становится 40-15 на подачу Звонаревой. Причем темп, острота и с минимальным количеством невынужденных ошибок только лишь эти условия могли позволить Павличенковой победить в этом матче. Но пока мы видим три гейма подряд в решающем сете выигрывает Звонарева. Счет становится 3-0 в ее пользу с минус сторон. При счете 3-0. Ну вот мы видели сейчас... По-моему, это отец Насти. Видите, он сказал, что нужно продолжать бороться и не думать о том, что было, а стремиться... Ну вот первый раз, когда укороченный, правда вынужденно исполненный Настей, видите, нетбол, она еле доставала его и оставила мяч у сетки, ну, достаточно длинно сыграв по направлению Звонарева и не вставляла большого труда вверх выиграть очко 0-15. По-пятнадцати. 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 Если вы помните, вот именно такие действия Павлюченковой, острые и очень опасные, приносили ей очки и выигрыш первой партии. Ну а потом буквально несколько мячей не удались Анастасии, что и послужило причиной результата второй партии, которую Настя проиграла. Вот сейчас, видите, счет по 30 обязана выигрывать этот гейм Настя, ежели она еще рассчитывает побороться за победу. 30-40, вот сейчас не повезло, очень неплохо сейчас все делала Настя, но не хватило, по-моему, концентрации внимания, для того, чтобы избежать в предыдущем игровом эпизоде ошибки. Брейкпоинт. Спасибо. Спасибо. Красиво. В очередной раз прекрасно сыграла Настя, неожиданно для Веры. И в очередной раз попала в линию. Смотрите, косой кросс Звонаревой, а Настя посылает мяч вдоль боковой коридорной линии, прямо попав в нее. Ровно отыгрывает брейкпоинт Павлюченкова. Вторая подача. Вера попала в линию, а Настя ошиблась. И как результат, еще один брейкпоинт у Звонаревой. Опять меньше на подачу Павлюченковой. А вот ровно. Больше. Смотрит, по-моему, след от падения мяча сейчас Звонарева. Не показали нам этот момент, когда она направилась именно к тому, к той точке, где мяч опустился. Но, убедившись в том, что арбитры были абсолютно справедливы к ней, принимает подачу во втором квадрате. Гейм выигрывает Павлюченкова. Это первый гейм решающей партии, отыграв два брейкпоинта. Все-таки взяла. Анастасия, счет становится 3-1. Звонарева впереди в заключительной партии. И будет подавать Вера сейчас. Анастасия, счастливая партии. Убедительная атака Звонаревой. И, видите, как она повозила по задней линии Анастасии. В конечном итоге, вынудив Павлюченкову сыграть мягко, ну и удар над головой поставил точку. 15-0. 15-0. 30-0. Это... По моим подсчетам, третья подача на вылет у Звонаревой за матч. Ну, наверное, излишне острый сейчас хотела сыграть Вера. Может быть, можно было попроще. Вот она же добежала. Смотрите, как здорово косо играет слева Анастасия. Может быть, полусвечой вернуть мяч на половину Павлюченкова имело смысл. Но Вера хотела сыграть более опасно и рискованно. По 30-ти. На корте номер один проходит встреча Кристина Бороэс, теннисистка из Германии, против Марион Бартали. Середина сета на подаче Бартали при счете по три. Ага, выиграла подачу француженки Бороэс. И хозяйка кортов вышла вперед. 4-3. Бороэс обыграла Сафарову в первом раунде. Ну, а Бартали перронкову. Ну, вы слышали сейчас возглас Павлюченковой, которая ошиблась. Крик разочарования, неудовлетворения. Плохо сыгранным мячом. Плохо сыгранным мячом. Выполнив бэкенд, обратный кросс, закончит гейм. Не получилось ровно. Опять больше. Несмотря на то, что первый раз играет между собой Павлюченкова и Звонарева, смотрите, как хорошо знает манеру игры своей более именитой соперницы Анастасия. Она предугадывает практически все удары веры, то есть направление ударов. Здорово. В очередной раз косой кросс слева. Очень косой, очень острый удар позволяет сравнять счет Насти. Вот видите, вот этот. Один удар, косой кросс, и второй на вылет. Идет, смотрит след от падения мяча Вера. Причем линейный судья промолчал, а арбитр на вышке принял решение самостоятельно. Вторая подача. Больше. Очень активно сейчас была Звонарева. Видите, левой рукой на сей раз удалось Павлюченкову вернуть мяч на сторону Звонаревой, но удар был очень мягкий и не вставляло большого труда завершить эту комбинацию в свою пользу. И вот подача Звонаревой. Еще один гейм она выигрывает в решающем сете. И счет становится 4-1. Звонарева впереди. Возвращаемся к матчу. Двух российских теннисисток. Встреча второго круга женского одиночного разряда турнира в Штутгарте. Павлюченкова Звонарева при счете 1-4 в решающем сете. Настя выиграла первую партию 6-3, сделав один брейк. Во второй партии, выиграв один гейм на подаче Павлюченковой, со счетом 6-4 выиграла Звонарева. И вот сейчас 4-1. Вера впереди с одним брейком. И подача Павлюченковой. Ну что ж, Настя не имеет права проигрывать ни одного гейма на своей подаче. Ежели это произойдет, то исправить ситуацию теоретически возможно. А практически, исходя из того, как проходит матч, мне думается, нереально. С двойной ошибки начинает этот гейм Настя. Третья двойная ошибка за матч. Бороясь с Барталей 5-3, впереди немка. А вот по 15. Третий час игры пошел. Еще одна удачная подача Насте. Приносит ей очко. 30-15. Вторая подача. 40-15. 40-15. 40-15. Настя. Гейм убедительно выигрывает Павлюченкова на своей подаче И сокращает отставание в счете Он становится 4-2 4-2, звонарева впереди и Вера будет подавать Ну что ж, опять седьмой гейм Очень удачно играл сегодня бэкхенд Павлюченкова Косо, коротко, остро Новые мячи, звонарева подает, 4-2 15-0 15-0 15-0 Ну вот на сей раз, несмотря на то, что Настя угадала направление последнего Карен Кротов, тренер Звонаревой Вот сейчас нам показали как раз Аккредитацию вот этого самого человека, который выходил, помогал Подача на вылет Очередной эйс у Звонарева 40-0 И еще одна подача на вылет Два эйса подряд И Звонарева Вновь увеличивает свое преимущество Четверт становится 5-2 Ну что ж, один гейм Отделяет Звонарева от выхода в следующий круг Напоминаю вам, что Звонарева Посеянная второй на этом турнире Так же, как и Каролина Возняцкий Так же, как и Франческа Скьявони и Виктория Азаренко Начинает турнир со второго раунда И вот на ваших экранах Кадер Нуни Арбитр Вот он в белой теннисной рубашке Ну, я думаю, вы все знаете Ну и Татьяна Гарлин Она находится рядом с ним Мне думается, что Татьяна Гарлин сюда приехала Вместе с Франческой Скьявони Для того, чтобы Ассистировать своей подруге 2-5 Павлюченко упадает в решающем сете И очередная прекрасно исполненная комбинация с укороченным Приносит ей очко По-моему, это третий или четвертый раз Когда выигрывает очко Настя, выполняя этот технический прием 15-0 30-0 13-0 Татьяна Гарлин 30-15 Увлеклась немножко сейчас Настя Наверное, могла сыграть по-другому Не выполняя укороченный Да, видите И не очень хорошо, главное Далеко от сетки Улетел мяч после укороченного Закончился сет Кристина Бороис Выиграла у Марион Бартали Партию 6-4 Хорошая свеча, брошенная Звонарева Единственное, что, может быть, уходила Она в коридор, улетала Но Павлюченкова было, наверное, лучше видно Чем нам с вами со стороны По крайней мере Выполняя реверс Хотела укоротить слета Настя, не получилось По 32 очка отделяет Звонарева От победы Матчбол Первый матчбол В этой встрече Просит, по-моему, Вера Чтобы зрители Не пользовались вспышкой И так закончился матч Звонарева У Павлюченкова Вера выиграла 3-6-6-4-6-2 Вышла в следующий круг И будет ждать победительницу матча Саманта Стосор И Даниэла Хантухова Итак, покидает корт Этот турнир Анастасия Павлюченкова Добравшись до второго круга Звонарева продолжает борьбу И ждет победительницу Пары Хантуховой Скайевоне А мы будем с вами В ожидании Следующей пары Радыванская Скайевоне Но это через некоторое время Так что не расстаемся с вами Пожалуйста, не покидайте Своих мест у экранов телевизора Потому что следующая встреча Будет не менее интересной Чем только что Завершившаяся победа Извонаревой Над Павлюченковой В третьей решающей партии Субтитры сделал DimaTorzok